В Украине была очень тяжелая экономическая ситуация два года тому назад из-за наследства Януковича, из-за агрессии России, я думаю, имею в виду экономическую агрессию, то, что был введен запрет экспорта Украины в Россию, это был большой удар, который вызвал рецессию. И в этой тяжелой обстановке был угроз краха и бюджета, и банковской системы, и благодаря политике правительства Арсения Яценюка этот крах не произошел. Было тяжело, я знаю, это тяжело из ударения России из наследства Януковича. А теперь в этом году начинается медленный экономический рост, который может быть и должен быть укреплен через эти реформы, которые, я повторяю, они не болезненные для общества. Они болезненные для некоторых групп интересов, которые защищают свои привилегии. И не надо разрешить им, чтобы это делать. Например, демонополизация. Это очень полезно для экономики и для людей. Но монополии защищаются в своей позиции. Надеюсь, что антимонопольный комитет будет даже более энергичным действовать. Приватизация. Она очень важна, чтобы устранить коррупцию. И чтобы предприятия работали лучше, как это было сделано в других странах. Это не болезненная для общества. Это болезненная для этих, снова, групп интересов. Продолжение реформы газа, чтобы было больше коррупции, меньше неэффективности тоже. Так что самое главное, чтобы эта передача, что начался экономический рост, он нуждается в укреплении. Укрепление возможной путем реформ, которые не болезненные для общества.